Привет, дамы и господа! Сегодня мы с вами на одном из самых грандиозных событий этой осени. Мы на Riga Fashion Week. Уже 13-й год подряд Riga Fashion Week открывает двери любителям новых идей, и любителям, и ценителям моды. Воздушные платья из нежного шелка, хлопка и льна, оттенков ясного неба, дождевых туч, сосновой коры, морской воды и прибрежных валунов составили коллекцию, которую дизайнер приготовил к сезону весна-лето 2011. Тема коллекции была навеяна Балтийскими странами. Как так получилось? Почему именно Балтийские страны? Ну, вы знаете, я этим летом какое-то время здесь провел, и много ездил по Эстонии, по Латвии, по Литве. И просто, знаете, как это сложно устоять перед таким очарованием моря, песка, неба прекрасного, сосны. Ну, какой-то, вот знаете, эмоция была очень положительная. Я, как правило, все коллекции посвящаю тем вопросам, которые меня волнуют, которыми я действительно как-то болею. Вот, но эта коллекция не только Балтике посвящена, она вообще посвящена экологической ситуации на Земле. Вот люди как-то подчас забывают, что они часть природы и думают, что они могут все. На самом деле мы всего лишь маленькая песчинка природы, да, и мы должны как бы об этом всегда помнить, как-то очень трепетно к этому относиться. У вас есть кумир в фэшн-индустрии? Ой, ну, вы знаете, кумиров-то много. Очень много дизайнеров, там, не знаю, начиная там от Шанели и какими-то сегодняшними. И молодежи очень много, молодежи очень много талантливых. А сколько времени занимает создать такую коллекцию? Ну, как правило, я над коллекцией работаю 2-3 месяца. Так как-то думаю, потом постепенно что-то мы шьем, потом примерки, какая-то съемка пробная. Ну, то есть это такой процесс достаточно долгий. И напоследок ответ на вопрос, так интересовавший многих зрителей. Лицом Рига Фэшн Уик стал манекен. Почему? Ну, манекен это такое универсальное существо, которое рекламирует моду, которое смотрит на нас с витрин магазинов и приглашает всех быть модными и стильными. И это как раз было выбрано не случайно, потому что мы хотели привлечь какую-то новую аудиторию. В этот раз на Рига Фэшн Уик молодое поколение, которое интересуется модой. И надеюсь, что нам это удалось. И манекен как раз послужил одним из зазывающих моментов. Субтитры сделал DimaTorzok